Добрый день, клиника НАТО ДЕНТ. Сегодня мы поговорим с вами о влиянии аденоидов на прикус. Итак, вы услышали от лор-врача диагноз аденоиды. Скорее всего, вам сказали наблюдаться раз в год и контролировать их рост. Следующее, что необходимо сделать в этой ситуации, это записаться на консультацию к врачу-ортодонту, особенно если вашему ребенку уже 5-6 лет. Скорее всего, ребенок уже спит ночью с открытым ртом, а также проводит дневное время в активном состоянии с приоткрытым, не замечая этого. Разрастаясь, аденоиды заполняют собой верхние дыхательные пути. Ребенку становится трудно дышать через нос. В организме подключаются дополнительные силы, такие как мышцы языка, губ и подбородочные мышцы. Мышцы губы расслабляются и приподнимают губу наверх. Мышцы языка выдвигают вперед, прокладывая между зубами. Подбородочные мышцы смещают нижнюю челюсть назад, и рот ребенка приоткрывается. Чтобы ребенку было легче дышать, верхняя челюсть сужается, а небо становится высоким. Другими словами, полость рта принимает форму полой трубки, через которую и поступает кислород. Так как во сне идет активная фаза роста, формирование неправильного прикуса прогрессирует очень быстро. Внешний вид пациентов с аденоидами и ротовым дыханием очень хорошо видно специалисту. Если не наблюдаться, то эти признаки станут в дальнейшем видны и самим родителям, особенно в профиль ребенка. Итак, на какие признаки стоит обратить внимание? Ваш ребенок находится большую часть времени с приоткрытым ртом, спит также с открытым ртом. В профиле ребенка нижняя челюсть смещена назад. Также верхние и передние зубы наклонены и выдвинуты сильно вперед. Язык прокладывается между верхними и нижними зубами. Верхняя губа часто приподнята, так как мышцы находятся в расслабленном состоянии. В полости рта мы видим суженную верхнюю и нижнюю челюсти, а также высокое небо, о котором мы говорили ранее. Чем же может помочь вам ортодонт? Ортодонтическое лечение заключается в расширении верхней и нижней челюсти, смещении нижней челюсти в правильное положение, устранении прокладывания языка между зубами, а также миогимнастики, которая помогает укрепить круговую мышцу рта. Если ребенку 5-9 лет, то используются съемные пластиночные аппараты, которые помогают стимулировать рост верхней челюсти, а также нижней. Выполняются специальные упражнения, которые даются тоже в кабинете врача. И рекомендуется повторное посещение лор-врача, который назначает медикаментозную поддерживающую терапию для того, чтобы ребенок мог физически дышать носом. Итак, аденоиды являются проблемой не только носового дыхания, но и проблемой прикуса. Поэтому регулярное обследование у врача-ортодонта поможет выявить на ранней стадии и решить проблему быстро и комплексно. Главное, что должны помнить родители, это то, что неправильный прикус формируется намного раньше, чем вы заметите неровные зубы во рту или некрасивый профиль ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова